Здравствуйте, друзья! У нас утро суббота, ну, как бы в Калифорнии, утро суббота 14 октября. И сайт, вы видите, точнее не сам сайт, но вот форма, которую надо было бы заполнить для участия в лотереи Green Card DV 2019, эта форма пока недоступна. Но есть очень интересная такая, знаете, ну, можно сказать, что информация. Вот у нас есть веб-сайт посольства Соединенных Штатов в Эквадоре. Вот тут, видите, написано EC, да, это Эквадор. И тут есть у нас что? Новости есть. Пошли смотреть. Новости нам говорят, что, вот тут, пожалуйста, новый, значит, период времени для участия в, для подачи заявки в лотереи DV 2019. Давайте посмотрим всю эту новость. Вот она тут у нас есть. Ну, я вам просто поперевожу. Значит, в связи с техническими трудностями, период регистрации перестартован. Не продлён, а перестартован. И все новые вводы заполнения формы, сделанные прежде чем октябрь 2018, надо будет заново, значит, переподать. Значит, всё, что было подано до 18 октября, нужно будет переподать, чтобы тебя рассматривали, чтобы участвовать в лотерее. Почему 18, если сегодня только 14? Значит, видимо, официальное какое-то объявление будет чуть позже, просто потому что то, что есть на сайте Эквадорского посольства, больше нигде нет. Я сделал поиск в сети, вот это есть только на одном вот этом сайте. То есть, как-то оно просочилось, что ли, раньше времени. То есть, у меня нет объяснения, почему 18-е. Ну, вот так. Значит, новый период регистрационный у нас с 11-ти АМ. Они, правда, не пишут, по какому времени. Это, может быть, имеется в виду Эквадорское. Ну, не суть. Значит, это будет среда, октябрь 18-е. А, ну, понятно. Поскольку начинается 18-го, то всё, что было подано до 18-го, я всё понял. Да, понятно. И закрывается 22-го ноября. Уже не 7-го ноября, как было раньше, а сдвинули на 15 дней. Всё сдвинуто на 15 дней. Если вы ввели форму, заполнили форму до среды 18-го октября, значит, это заполнение не будет учитываться. И вы должны заново это всё сделать в новом периоде регистрации. Вы можете заполнить одну форму, сделать одну заявку, без того, чтобы вас дисквалифицировали для подачи множественных заявок. Если вы сделали больше, чем одну заявку в новом регистрационном периоде, то вас дисквалифицируют. Ну, это как бы старое правило, тут ничего такого нет. Ну, давайте смотреть, есть что-нибудь там интересное. Так. Ничего такого я пока не вижу. Значит, все требования, все правила остаются теми же самыми. Начиная с 15-го мая, не с 1-го, а уже с 15-го мая 2018-го года. Значит, те, кто ввёл свои заявки, подал заявки, смогут, пользуясь своим confirmation number, получить информацию о том, что там есть. Вот дальше, может быть, интересно немножко в этих вопросах, которые тут, да, значит... Чё случилось-то, да? Вопрос какой? Чё случилось? Это что, хакеры какие? Они говорят, что техническая проблема, которая там была, относится к стране, от которой ты играешь. Если эта страна отличается от страны рождения. То есть, если человек играет не от той страны, где родился, то там что-то у них происходило. То есть, терялась какая-то информация, мы не знаем, что... Ну, в общем, не работало. Просто не работало, функционал не работал. Так, значит, и это не было результатом каких-то внешних вмешательств или там какого-то хака. Как много заявок было заполнено, они говорят, мы не знаем. Как много заявок мы ожидаем для DV2019, они говорят, ну, было в этом году 14 миллионов, а сколько будет, мы не знаем. Сейчас. Каким образом, значит, будут проинформированы люди, которые уже сыграли о том, что их заявка больше не работает? Значит, они, Госдеп, вышлет автоматическое сообщение по электронной почте каждому участнику, тому, кто уже ввел свою форму, по тому имейлу, который был введен в эту форму до 18 октября. Так, значит, мы также будем работать через наши посольства и консулаты, чтобы проинформировать потенциальных, значит, участников и так далее. Будет ли задержка с процессом вот этим DV2019? Ну, они еще раз повторяют, что результаты будут опубликованы 15 мая. И они говорят, мы не ожидаем никаких задержек в процессе DV2019. Вот в данный момент, да, вот на текущий момент мы не знаем. Ну, я так как-то слегка-то к вам вольно перевел. Ну, в общем, вот такая информация. Это, я бы не стал вообще говорить ничего, но поскольку сайт, все-таки сайт государственный, да, то есть это как бы не то, что там для Эквадора свои правила. Поэтому я подумал, что, может быть, вам будет интересно, и это как бы отвечает на вопрос, что случилось, кто виноват и что делать дальше. Вот как бы такой ответ. Ребята, если было интересно и полезно, я буду очень рад. Спасибо большое. Счастливо.